Всем привет! Мы были в Минск. Мы посетили Национальный художественный музей в Беларуси и видели прекрасную картину. На тюрьмор с цветами и бабочками драться. Дрэхслера в Беларуси. Австрийский художник в Беларуси. Потому что она нас очень впечатлила и она нам очень понравилась, поэтому мы хотим, чтобы вы получили те же эмоции. Поехали! Сегодня мы хотим рассказать о картине Иоанна Брэхслера на тюрьмор с цветами и бабочками. Эта картина в длительное время была приписана кистью неизвестного голландского художника 17 века. И только позже внизу картины в правом углу была обнаружена надпись с подписью «Джо». Идемич художника, имея в распоряжении только три буквы его предположительного имени, задача не из легких. Очевидным было лишь то, что это имя должно было звучать либо Йоханг, либо Йоханнес. Хотя подобные имена были весьма популярны в Голландии, Германии и Австрии, первоначальные поиски стилистических аналогий к нюхерморту из коллекции музея или среди художественной школы Голландии, как было заявлено в предшествующей этой курсе. Однако, несмотря на кажущее сходство, приходливые композиторы голландских художников чаще всего представляют собой пышные букеты в керамических ванках, украшенные рельефами и установленными на праворных столешницах. Каждый элемент такого натюрьморта, хоть бы насекомый или цветок, некогда имел свой символический смысл, но со временем превратился просто в дань традиции. Декозная проработка деталей, ювелирная тонкость письма, передающего малейшие нюансы света, нарезок фактуры, предельная завершенность, отличающая манеру голландских мастеров, с одной стороны не дотягивающая до этого уровня нюхерморта, а с другой стороны заставляли вспомнить об имитационной живописи, распространившейся в XVIII веке в первую очередь в Германии, в странах Северной Европы, Чехии и других. Иоганн Батис Дрехслер учился живопись у своего отца Йозефа Дрехслера, художника по фарфору на Венской мануфактуре. Работал в 1746-1804 годах. Последовавший его примеру талантливый Иоганн уже в 16 лет был принят художником на Венскую королевскую фарфорную мануфактуре, где он проработал до 1785 года. Спустя два года он стал профессором в 1787, а затем и руководителем в 1807 в Мастерской академии изобразительных искусств в Вене, говорящей художников по фарфору. Одним из первых Иоганн Батис Дрехслер стал украшать фарфор цветочной композицией в духе голландских цветочных натюрмортов XVII-XVIII веков. Эти мотивы получили широкое распространение в XIX веке не только в Вене, но и в Майксене и других крупных центрах фарфорного производства. Помимо росписи по фарфору Дрехслер пробовал себя в акварели и писал масло. В творчестве Иоганна Батиста Дрехслера соединились черты романтизма и зарождающего австрийского Пидермейера, господство которого пришлось на 1815-й конец 1840-х годов. Прощение художника голландской живописи Золотого века не было случайным. Как некогда в Голландии, так теперь в Австрии, Германии бюргерство стремилось создать уют в своих домах и украсить их произведениями искусства, которые бы отвечали их вкусом. Вновь становятся популярными картины небольшого формата на незамысловатые сюжеты. Особой популярностью в эпохе Бидермейера пользуются натюрмористы с их исключительным интересом и любовью к предметному миру. Близка художникам Бидермейера испуглезная голландская манера письма, ведь они тоже стремятся выписать в мельчайших подробностях все детали так, чтобы было точь-в-точь, как в жизни.